Утречка добрая всем. Время 7.20. Пришла в теплицу проверить не подрезал ли кто мои опять помидорки. Вроде все живые стоят кроме вот этих двух которые сразу же в первый день мне подрезала какая-то бекарасина эти тут были две помидорины и они либо они умерли либо они подрезаны были а так вроде ничего надо будет посадить вот эти вот это японская роза на это местечко у меня на замену всегда есть помидоры обязательно держу сегодня обещает солнышко слава богу вот он горошек который я в плошку сажала а на улице еще не взошел потому что на улице там позже на неделю сажала вот так выглядят сейчас помидоры эти первоапрельские ну эти уже по моему числа 5 я сажала они чуть поменьше надо будет сегодня полить их уже не поливала давно потому что холодно было и как бы сырость все равно стоит видите некоторые начали подсыхать а это моя дихондра здесь вот в кашпо ждет своего часа на улице так то она куда-то растет я смотрю как она тут вот видите какими-то этими протягивается тут тут вот такие вот дела мне хочется уже клумбу посадить мои колеса разноцветные вербена вот это острый перец ждет тоже в улицу вот так как прохладно было я перец не высаживала потому что холодно холодно это я цветную капусту высадила на улицу видите какая она малюсенькая прям малюсенькая земля очень мокрая в огород не зайти буквально это эксибишен которая вам показывала что высадила его под дождь вот он сидит так здесь у меня два рядочка патиссоны которые посоветовали нам посадить посадила но не знаю вырастут посмотрим что это такое с чем его едят думаю что вряд ли кто-то у нас это будет есть наши едоки такие что не привыкшие к этим такой зелени кабачки едят патиссоны не знаю даже на вкус не знаю видите как чесночок выглядит уже шикарно да после дождей еще я подкармливала считаю вообще у какие вот этот красноярский этот покупали который помните на выставке не знаю что с него будет а это мой который я уже сажала земля подсохнет и буду полоть здесь полоть легко просто так поедут персик до сих пор цветет долго сейчас уже пришло тепло как тепло пришло сухая погода пришло тепла как такового я еще не вижу поэтому я думаю будет хорошо полоть уже такие жирные эти так зашла к огурчиком своим посмотрим что они мне тут два дня уже закрыты вот они ничего вроде бы стоят тепленько им тепленько не те даже подросли хорошо пепочки я не стала укрывать они потому что давно высажен оклемается сейчас уже по 10 градусов обещают поэтому ждем как цветет слива медовая красиво два дерева целых вот это вот это мой красненький тот как вы написали айва японская что ли тоже все еще цветет но кладовка я не знаю будут ли тут плоды и действительно это плодовая или нет сейчас у меня мало верится думаю как будто бы это просто цветок еще говорили что не видно лузиане и лузиане у меня чего передох домом есть ее правда немножко снегом сломала видите а так то она вот есть перед домом еще есть там в одном месте во дворе вот она у меня тоже красоточка восстановится да будет тоже красивый кустарник опять все травой заросло пойду отпущу девчонок погулять дожди шли 4 дня все мокро и трава конечно же прет девочки пойдите гулять я им сегодня чеснока нарезала свеженького нарвала они у меня клевали пусть и тут гуляют по солнышку идите идите петюнечка тебя там зажило нет он болячка засохла петюнечка в виде банду гулять смотри открыла что не идете то я буду убираться у вас сейчас тут пора бы уже все идите давайте травку мне полите девчули там то еще не сильно возле забора практически нету а вот в малине хорошо заросло они здесь меньше всего под червячка поймал они видать от дождя то вылазят наверх они их уклевывают обалдеть прямо видно как она петенька петенька крутится крутится господи ты что прыгаешь с крыши как сумасшедшая и тот тоже кто уронил у меня бак это что такое два хулигана носятся по крышам я вот здесь подставляю чтобы вода лишний раз на бетон убежала и вот этот бак стал мы что упали то все от дождя что ли бедные мои цветочки не хотят стоять их надо вот так связывать тогда наверное будут стоять этот тюльпан красивый скоро распустится здесь тоже тюльпанчики не очень меньше видите совсем совсем еще релузиане вам показываю все больше и больше она распускается у нее видите какие цветочки они у нее как у розы вот прям вот такие и маленькие розы как будто такая она красавица вот смотри там ребенок уже плюхает ножками а ей нравится не бойся бонечка не бойся солнышко выглянуло тюльпаны сразу же стали распускаться боня кто там кто там посмотри кто там я это прищипывала уже два раза видите они все равно дали цветочки скопали землю сейчас я изровняю и посажу знаете так и семенами еще огурчики посажу попробую пару луночек так сейчас грабелечкой все разгребу ровненько я лук не буду пока я его по мере надобности буду срывать вчера нарвали целую кучу лука который здесь мне посередине добыл ой промазал и я состряпала пирожки стало 5 утра думаю днем же некогда работать надо 5 утра встала и настряпала пирожков вот сейчас вот это все дело еще хочу пролить чтобы земля была влажная внутри потому что здесь теплицы они такие суховатые после зимы насыпала сюда здесь же огуречная у нас теплица насыпала компост на земли насыпала перья гноя которые в мешках привозили вот 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 думаете что это такое я близко не буду показывать потому что камеру могу испортить это магнит он может собирать гвозди всякую ерунду ведь примагничивает оп оп смотрите уже сколько ежик я сейчас и так соберу все гвозди потому что я когда работаю в перчатках не очень часто протыкаются гвозди а вон такой сильный этот магнит он может нацеплять все на себе золото бриллианты видите уже горчат гвоздики так вот так можно и по огороду пройти собирать опять гвозь он какой сейчас вот он кучу соберет я потом уже буду луночки делать конечно все гвозди не соберет которые там внизу где-то глубоко ну по крайней мере сантиметров на десяти он это точно собирает сейчас их надо будет в мусорку оторвать сразу же ведь подцепил гвозь какой он кстати мелкие тоже железки подцепляет землю когда привозим она всякой же грязные с гвоздями с чем только нету вот таким магнитом можно собрать да мне саша его заказывал в этом каком-то интернет магазине потому что железо столько на участке что просто кошмар и порой не выгребешь же сразу руками так раз год прошелся это хорошо носок его прямо одевайте потому что близко к телефонами камера ко всяким не это самое то они махом вам уничтожит технику только вот чисто по надобности в общем вот так я вам показала как гвозди собирать видите сколько сейчас я их в этот сам до их ведерочек собираю вот это все видите железо ой господи страшно иногда так примагничивает тяжело что даже он с этого подпрыгивают с мусорки это тоже все мелочь железная все положи сюда вот так вот собрала гвоздики мне сейчас вот эти все лунки пролью и оставлю на день чтобы они нагревались на солнце включу шланг не таскать воду бань ты чё курочкой заделалась щупки-палки ой как льет то какой фонтан у нас с этого со скважин хорошенечко пролью пусть нагревается на солнышке чемпионата с луку и Боня так и ходит у курочек. Боня, что пролезти не можешь, тебе все равно в теплицу нельзя, тебе сразу говорю. Боня, что пролезти не может, тебе все равно в теплицу. Так, Пунька, все, мне надо быстро выключить, пока мимо не налилось. Вот. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный неволе орел молодой. Ну вот и все, пролила, пусть стоит, нагревается земля, земля холодная, 5 градусов было. Так что пусть греется. Почистила очередной раз малину. Вы посмотрите, сколько вымерзло. В этом году, конечно, больше, чем в прошлом году. Столько сухарей. А это только вот с этих рядов. Прямо буквально реденькая стала, хоть бы наросла с корней, что ли. Там тоже почистила, но там меньше вымерзла, чем здесь. Там несколько кустиков всего. Там она помоложе, посильнее. А здесь, конечно, уже старая малина. Мы ее не заменяли, только один ряд заменили, и тот, он еще только прирастает, вот первый ряд. Так что вот такие вот дела, вот сколько хвороста.